Попкорн не просто одно из самых популярных лакомств в мире, но и одно из древнейших. Археологи нашли следы попкорна в одной из пещер Нью-Мексико, возрастом 5600 лет. Однако какой же путь прошла воздушная кукуруза, прежде чем оказаться одной из статей доходов всех кинотеатров? Оказывается, способность кукурузных зерен взрываться обнаружили североамериканские индейцы. В зерне кукурузы присутствует капля крахмала, которая содержит в себе воду. Если кукурузу сильно нагреть, вода закипает и выделяющийся пар взрывает оболочку зерна, выпучивая наружу все его содержимое. Громкий взрывной звук вызывает выход пара наружу под давлением, при этом полость зерна выступает резонатором и усиливает хлопок. Предположительно, в самом начале кукурузу бросали прямо в угли и лишь позднее стали готовить в горячем масле. Особенно популярным стал попкорн в 1880-х, когда американец Чарльз Криторс придумал автомат для приготовления попкорна «Поппер от Англ». Поп подпрыгивать. Поппер представлял с собой передвижную тележку и позволял продавать свежую ароматную закуску на каждом углу. Особенно популярен он стал на спортивных мероприятиях, ярмарках, в цирках. А затем популярность попкорна росла прямо пропорционально интересу к кино, появившемуся также в конце 19 века. Продажи попкорна в кинотеатрах дали возможность киноиндустрии пережить Великую депрессию. Кроме того, воздушная кукуруза, как вкусняшка, была доступна даже в годы Второй мировой войны, во времена карточек и очень ограниченного рациона. Так что, похрустывая попкорном в следующий раз, не забудьте вспомнить об индейцах и Великой депрессии. Спонсор выпуска интернет-магазин Мосигра. Настольные игры для развлечения на логику, стратегические для одного и для компании на самые разные темы. Всего не перечислить. Ссылка на магазин в описании под роликом. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!